Тук-тук, хозяева! Здравствуйте! Как у вас дела? Старший инспектор по делам несовершеннолетних совместно с социальным педагогом пожаловали сегодня с неплановым визитом. Хозяева – семья, которая находится в социально опасном положении. Они стоят на профилактическом учете, при том, как родители, так и ребенок. Семью проверяют ежеквартально, мальчика – раз в месяц. Есть проверки внеплановой, как, например, сегодня. Старший инспектор заключает – все нормально. Однако, если нарушения были бы выявлены, то необходимо принимать меры. Если родители находятся в состоянии алкогольного опьянения, то дети изымаются из семьи, помещаются в спецучреждениях. К родителям принимаются меры профилактического воздействия. Составление административного протокола, рекомендации посещения врача-нарколога, кодировки, лечения в спецучреждениях лечебных. Эта проверка показала, что пока все в порядке. Возможно, в ближайшее время можно будет ходатайствовать о снятии семьи с профилактического учета, заключает старший инспектор. Таких адресов у сотрудницы полиции несколько. По каждому семья в социально опасном положении. И с каждой работа проводится индивидуально. Паралельно беседу проводит и социальный педагог из школы. Она также может прийти индивидуально, потому что о благополучии детей заботятся и учебные заведения. Школа номер 21 уже много лет сотрудничает с правоохранительными органами. В школе проходят советы по профилактике правонарушений подростков, где сотрудники полиции всегда постоянные гости. И не только гости, но и наши помощники. Кроме этого, в школе проводится всеобучь, где сотрудники полиции рассказывают о правах, обязанностях, о законодательстве. В общем, в школе ведется большая профилактическая работа. Идеи взаимодействия школы и полиции совместные. Это сложившаяся многолетняя практика, где на уроках рассказывают права и обязанности Уголовного кодекса, приводят примеры из практики. Наша основная задача – это профилактика и недопущение совершения либо правонарушений, либо преступлений. Самое главное – не допустить, чем потом разбираться с последствиями. Всего на территории обслуживания Московского района находятся 24 школы. Светлана Рослякова работает в шести из них, где проводит профилактические беседы и лекции. Не только с учениками, но и родителями. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.